Барби от Zara. В чем подвох? Неужели компания-создатель Bruns выпустит свою куклу Барби? Эти и многие другие новости в новом выпуске кукольного дайджеста. Всем привет! Ходят слухи, что компания NJ Entertainment в скором времени выпустит свою куклу Барби. Точнее, это будет бренд под названием Aria с одноименной главной героиней. И, возможно, ее подругой будет Барбара, ведь недавно компания зарегистрировала такой товарный знак. Пока в сети есть только фотография игрушечной машины, и в ней арт-девушки с развивающимися волосами. Вероятно, это сама Aria. Причем, все аккаунты в Инстаграме, которые выложили эту фотографию, заблокировали. Их просто снесли! Ставьте лайк, если не хотите, чтобы эта участь коснулась и моего канала. И хочу отметить, что машина на этой фотографии довольно простенькая. Возможно, это прототип, и в итоге нас ждет что-то грандиозное. Будем ждать новостей. Меж тем, главный бренд компании MJ Entertainment, LOL OMG, продолжает пестрить новинками. Музыкальная коллекция уже была, теперь нас ожидает грандиозная киноколлекция под названием Movie Magic. Эта коллекция вдохновлена знаменитыми фильмами. Всего в коллекции 4 куклы, но при этом у каждой куклы 2 образа. Кстати, вот эта куколка похожа на Китти Кей, но все-таки это не она, а новая героиня. И в том числе в этой коллекции ожидается большой сет с большими куклами и маленькими. Еще ожидается новинка с куклами-лучшими подружками, которые при этом выпускаются в разных коробках. И это милая зефирка и ее противоположность, мрачная и готическая куколка. А еще есть фотография новой куклы Черли Дерши. А это целый дом для кукол LOL Surprise OMG. И просто постарайтесь представить, насколько он огромный. А еще на верхнем этаже замечены новые куклы LOL OMG. Кажется, это старшая сестра куклы LOL Miss Baby в пышном платьице. И самое главное, второй парень LOL OMG. И, пожалуй, самая неожиданная новинка, это новая линейка кукол под названием LOL Twins. То есть, LOL подростки. И уже известно, что это 15-сантиметровые куклы с 15 сюрпризами. Релиз назначен на июль и в коллекции будут 4 персонажа. В ассортименте бренда Rainbow High появился радужный автомобиль, который может менять цвет. Внутри машины есть светодиоды и с помощью кнопки на ней можно переключать цвета. Доступны все цвета радуги. Также появились фотографии кукол из предстоящей зимней коллекции под названием Winter Break. И в отличие от коллекции Winter Chill, в этой коллекции все куклы действительно зимние. И в комплекте с ними либо сноуборд, либо лыжи. На данный момент моя фаворитка Санни с лыжами. И еще мне нравятся ее джинсы с рисунками во втором аутфите. Еще появились фотографии кукольного дома для кукол Rainbow High. И, наверное, он даже больше, чем дом для кукол LOL OMG. В общем, для этих двух домов в квартире понадобится как минимум отдельная комната. И еще появились арты кукол из третьей волны Rainbow High. И большинство кукол пастельных цветов. Среди персонажей есть та самая ожидаемая девочка второго плана в клетчатом костюме. Только на арте у нее распущенные волосы, а в мультфильме у нее был высокий хвост. Среди этих кукол мне больше всего понравились персиковая и мятная. А вам? Все больше новостей приходит от нового бренда Glow Up. Ранее нам показали прототипы, и, как оказалось, они довольно сильно отличаются от реальности. Самое главное отличие, у кукол все-таки прошитые волосы, а не парики. А судя по этой совместной фотографии, у кукол есть шарниры в локтях, в кистях, в ступнях, но нет шарниров в коленях. Что довольно странно. Лучше бы были шарниры в коленях, но не было в ступнях. А еще почти у всех кукол во рту есть отверстие для жвачки. Вот так выглядят арты персонажей. И, честно говоря, они мне понравились больше, чем сами куклы. Ну что, как вам новинка? По-моему, милые куколки, но довольно проходные. Компания Мотел на днях провела встречу с бизнес-партнерами, где я показала маленькое видео-тизер «Возвращение Монстр Хай». Та самая песня. Не знаю, как у вас, а у меня прям мурашки от предвкушения. Кстати, в Инстаграме Монстр Хай тоже обновление. Шесть постов сложились в картинку с надписью «Когда любовь фанатов дает тебе жизнь». И мы видим ручку, вырезающую из гробика. Это так мило. Фанаты возвращают бренд Монстр Хай. Мотел, не подведите. Сначала хорошая новость или плохая? Давайте начнем с хорошей. Наконец, показали куклу Барби от Барби Стайл. Это та самая кукла, за которую мы голосовали, точнее за детали ее образа. И мы видим очень красивую коробку. Куклу на супершарнирном теле с двумя образами. И кукла, и образы действительно классные. Особенно мне нравится кожаная куртка. В чем же плохая новость? Я думаю, вы уже догадываетесь. Есть информация, что эта новинка будет стоить около 100 долларов. Я почему-то думала, что кукла от Барби Стайл будет чуточку доступнее. Кстати, до 21 апреля шло голосование за детали образа новой подобной куклы. На этот раз это латиноамериканка. Я приняла участие в голосовании. И сейчас вы можете видеть итоги промежуточного голосования в Инстаграме. И, как видите, большинство голосуют за белую рубашку и черные босоножки. Народ за классику. Следующая барбийская новость тоже неоднозначная. Вышла совместная коллекция брендов Барби и Зара. И в том числе эти вещи можно приобрести и в России. От коллекции веет нулевыми. Ну, а модели выглядят на фотографиях довольно специфично. Но самое интересное, что в рамках этого сотрудничества также вышли две куклы Барби. Они на супершарнирном теле продавались только в ограниченном количестве стран и очень маленьким тиражом. Всего 300 штук на мир каждая. Это немного странно выпускать таких лимитированных кукол в коллаборации с очень популярным брендом одежды. Но, с другой стороны, невелика потеря. У афроамериканки образ достаточно простой, у блондинки поинтереснее. Но материал костюма такой толстый, что он выглядит не очень реалистично. В интернете появилась фотография, что будет выпущен сет со всеми куклами Барби Экстра. Причем, куклу Барби, азиатку, решили изменить. Точнее, поменяли ее образ, ее аутфит. Скорее всего, из-за того, что к предыдущему было слишком много претензий. Напишите в комментариях, какой образ вам нравится больше. Первый или второй. И я не поняла, ее собаку что, перекрасят в розовый? В свою очередь, в мире коллекционных Барби появились фотографии куклы Барби Crystal Fantasy. Эта кукла выпущена тиражом не более 20 тысяч штук на мир. На ее коробке есть кнопочка, нажав на которую, ее можно подсветить. Следующая новинка из серии «Вдохновляющие женщины» и эта кукла в образе американской писательницы и политической активистки Хелен Адамс Келлер. Эта кукла на улыбающемся молде с очаровательными ямочками. Кстати, показали еще кукол Барби, которые наравне с нашей космонавткой получили признание в виде портретных кукол Барби. Среди них модель из Китая, телеведущая из Великобритании, модный дизайнер из Новой Зеландии и даже 12-летняя девочка по имени Скай Браун, профессиональная скейбордистка и серферша. Жаль, конечно, что таких кукол не пускают в серийное производство, и жители их стран, а также их поклонники, не могут приобрести их в свою коллекцию. Новинки от компании Integrity Toys это очень красивые эффектные куклы New Face. Они были распроданы в первые полчаса. И это эффектная блондинка Райна в коже и брюнетка Алехандро Луна в золотом аутфите. Еще новиночка от Integrity это базовая кукла Lilith из линейки New Face. Очень красивая кукла, похожая на ранее выпущенную Иден Покахонтас. Эта кукла была очень быстро раскуплена по ссылке, которую прислали членам клуба. Однако тираж будет пополняться, и, возможно, ее сможет купить любой желающий. Но случится это только в следующем году. И еще одна новинка от Integrity это набор джемы-голограммы с двумя куклами. Набор называется «Она производит впечатление». Одна из кукол в костюме с розами, а вторая в платье со звездами. Очень яркие эффектные куклы в красивой коробке. Вышла новая коллекция кукол Мизи, доступная только членам клуба. Куклы представлены в базовой пляжной коллекции под названием «Бич Грув». Меня удивило, что куклы из такой простой коллекции выпущены только для членов клуба. Видимо, теперь почти все куклы Мизи будут клубными. Куклы-девушки в этой коллекции в сетчатых купальниках, которые, можно сказать, ничего не прикрывают. Ну а адонис в довольно приличных плавках. Кстати, ранее проводилось голосование, и коллекционеры сами выбирали образы кукол для этой коллекции. Фанаты Гарри Поттера. Радостная новость для вас. В ассортименте кукол от компании Мотел по Гарри Поттеру будет выпущен Гарри Поттер с буклей, и этот набор называется «Хогвартс Экспресс». Гарри как будто находится на знаменитой платформе, и часть коробки можно будет использовать как диораму. Также в ассортименте кукол по Гарри Поттеру появится эльф Добби в комплекте с носком. Кукла с ограниченной артикуляцией, носок светловат, но в любом случае здорово, что компания Мотел продолжает эту линейку и радует фанатов франшизы. У новых кукол Блайз появились фотографии, и в апреле вышла очень яркая, колоритная кукла, вместе с которой мы отправляемся в нетуристический Мехико, чтобы отдать дань предкам. Ну а следующая новинка очень милая, очень весенняя, и это кукла «Пасхальный кролик». Она называется «Весенняя надежда». Это кукла с волосами цвета клубничный блонд, а на ее шляпке ушки огромный бант и объемные цветы. Игровых новинок Барби, как обычно, много, и это новые куклы Барби по профессиям, новые игровые наборы, наборы с большим количеством аксессуаров, и, конечно же, новинки в линейке «Color Reveal». Это, пожалуй, главная линейка у Барби в нынешнее время, и нам показали новых кукол в пляжной коллекции. Это Барби и Челси. Еще выйдут новые фруктовые наборы – арбузный, клубничный и ананасовый. Проявление этих кукол происходит в ароматизированной пене, и ее можно переместить в ванночку в форме фрукта, и кукла будет там отдыхать, как в джакузи. И еще появились фотки неких «Color Reveal» в разноцветных аутфитах. В ассортименте бренда «Cave Club» появились очень забавные малышки на динозавриках. А у «Enchantimals» в июне выходит новый рогатый домик. И вообще, в ассортименте этого милого бренда много новинок, много новых животных, в том числе есть целое семейство дракончиков. А еще вышла линейка «Secret Besties» – это мини-домики с животными. Это были все новости на сегодня. Подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы всегда оставаться в курсе новостей из мира фэшн-кукол. Пишите в комментариях, какая кукла из выпуска вам понравилась больше всего. Можете прямо указать минуту и секунду. И, конечно же, ставьте лайки. Они подвадривают меня на поиск новых крутых новостей. И всем пока-пока!